Сегодня мы поехали в булочную на такси. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот наше расписание в 9 начало первого матча, а в 21.30 начало последнего матча. Прекрасно, я считаю. Первые дни куча технических проблем, все зависает, ничего не работает. Карточки уходят не туда. Тормозит компьютер. Вот и пригодился пуховичок. На арене холодно, как будто это не гандбол, а хоккей. Гандбол скоро начало. Я сижу рядом с фотографом АФП. Еще здесь ходит рейтер. Никто не знает, как снимать гандбол, никто никогда не снимал. Всем сказали, делайте как фотографы АП. Переходим в пресс-центр. Палка на месте, восстание не произошло. Еды ни в пресс-центре, ни на арене нету. Продают какие-то чипсы и какую-то японскую газировку. В общем, это вам не сочи. Так, фотографии отправили, два матча. Осталось еще два матча. Потом еще отправлять. Вперед, а потом в какой-то гимн уже играет. Чей-то гимн. Ну, как раз успели. Я примерно начал понимать, как я хочу снимать гандбол. Осталось только, чтобы это стало получаться. Еще я понял, что гандбол это такая игра, когда ты отпускаешь футболку соперника, тебе дают желтую карточку. А еще у меня удивительным образом развалился монопод. Например, вот так вот часть вынимается со всем. Бам! Вот. Потом вот так поднимаешь, и эта часть вынимается. Вот еще колбаса. Купил бананы. Это самые дорогие бананы, которые я покупал в жизни. Даже не ожидал. 4 банана, 4, видите, стоит 800 йен. То есть это примерно 500 рублей. Представляете? Круто, да? Соревнования закончились. Осталась только редакторская работа. Я даже передал все уже основное. Осталось только клиенту. 11,20. Сколько день? 11,20. 11,20? Время 22,40. Мы наконец-то закончили работу. Посмотрим, что будет дальше. Вот это ваучер на такси. До него можно проехать до 10,000 йен. Это не так сильно много, потому что такси здесь дорогое. Их дали на 14 дней. На 14 дней дали 14 ваучеров. Соответственно, туда доехал, обратно пешком. Больше все раздражает, что нельзя на улице ходить без маски. Это, по-моему, вообще просто перебор. Прогрессивные японцы. Зато вот можно без лотинок ходить. Мы нашли такси, обогнали вот эту толпу иностранных туристов. Ха-ха-ха. Так. 0,023. Заходим в номер. Пришли. Я Паша Головкин. Это фотографии вообще. Вы думаете, это все? Нет. Это совсем не все. Еще нужно спуститься вниз, заказать такси на завтра. Нужно сделать код-реплейсмент. Это такое... Всех игроков, всех команд выписать, которые будут завтра играть. И подставить им численно-буквенные значения, чтобы быстро делать подписи к фотографиям. А что еще нужно? А, и самое главное, нужно зарядить батарейки. Вот. В таком режиме живут примерно 70% фотографов нашего агентства. Так что, кто еще хочет на Олимпиаду, в Ялком. Пришли. У вас сегодня не заботится. А какruк стоит. Вячеслав. Продолжение следует...